9 лет назад в Нижегородской области произошло одно из самых жестоких преступлений едва ли не за всю ее историю. Олег Белов убил и расчленил шестерых своих детей и беременную жену, а после этого зарезал собственную мать. О подробностях этого страшного инцидента мы сейчас расскажем. Биография Олега Белова. Олег Белов, впоследствии получивший известность как Нижегородский детоубийца, родился во Владимирской области в 1963 году. В детстве он проявлял способности к математике и физике. В школьные годы побеждал в Олимпиадах. Родители прочили сыну карьеру академика. Однако эти надежды не оправдались. Успехом в науке мужчина предпочел приверженность странным идеям, мечтал сконструировать летающую тарелку, устройство которой якобы видел во сне. В 1992 году Белов крестился в церкви адвентистов седьмого дня. Однако впоследствии был изгнан оттуда из-за страсти к прелюбодеяниям. Добиться карьерных высот мужчине не удалось, но зато он создал большую семью, мужчина стал отцом шестерых детей. Супруга была беременна седьмым ребенком. Правда, жили Беловы бедно на пособие. И Олег, и его жена не работали. Семья получала выплаты на детей. Также Белову была положена пенсия по инвалидности, мужчине диагностировали шизофрению. Хроника преступления. Отношения в семье были напряженными. Соседи рассказывали, что из квартиры Беловых часто доносились крики. Такая ситуация стала для жителей дома настолько привычной, что они даже перестали обращать на это внимание. Поэтому в тот страшный день, 26 июля 2015 года, когда Олег Белов изрезал ножом беременную супругу и шестерых детей, никто не вызвал полицию. Внимание правоохранителей привлекло лишь спустя полторы недели. Тревогу забила мать его жены Юлии. Она заявила, что уже долгое время не может связаться с дочерью. А зять тем временем говорил ей, что та вместе с детьми якобы поехала в деревню. Чтобы замести следы, Олег даже пришел на следующий день после убийства в детский садик, куда ходили его дети, предупредить, что семья уехала за город и в ближайшее время не появится в учреждении. После сообщения тещи в квартиру на улице Верхнепечерской, где жили Беловы, отправили наряд полиции. Сотрудники полиции взломали дверь и увидели в помещении 19 полиэтиленовых пакетов, в которые были завернуты останки домочадцев мужчины. Самого Белова в доме не обнаружили. Силовики отправились во Владимирскую область к матери Олега. Однако на участке они нашли ее тело. Поймали Белова лишь 1 августа на даче у тещи. Мужчина сидел в засаде с ножом, по всей видимости, ожидая приезда родственницы. Увидев правоохранителей, он оказал сопротивление и в итоге получил пулю в живот. Что сказал убийца? На допросе Белов сначала отрицал вину. Говорил, что жена часто писала разного рода жалобы, а потому у нее могло быть много недоброжелателей. Но позже разрыдался и признался в преступлении. Рассказал, что к трагедии привела ссора из-за неправильной прически сына. Разозлившись на супругу, Олег взял охотничий нож, который та ему ранее подарила, и пырнул ее. Следующее преступление, как отмечал сам убийца, он совершил из жалости и милосердия. Детей лишил жизни, чтобы те не попали в детский дом после смерти жены. А свою собственную мать, чтобы помочь ей избежать позора за сына перед соседями. По признанию Белова, приехав к женщине, он заманил ее на заброшенный соседский участок под предлогом сбора малины. Перед убийством мужчина помолился и попросил у Бога помощи в преступлении. Суд и наказание. Когда уголовное дело дошло до суда, в нем насчитывалось более 50 томов. Белова после ранения при задержании прооперировали. Он быстро пошел на поправку. В СИЗО, по сообщениям СМИ, мужчина чувствовал себя хорошо, занимался йогой, с удовольствием ходил на прогулки. Во время суда Олег просил прощения у тещи, заявлял, что в лице жены потерял самое дорогое. А также просил дать ему возможность торговать ценными бумагами на рынке Форекс, чтобы заработать 200 миллионов рублей. Рассказывал о любимых фильмах и заявлял, что не может убить даже корову. Брат погибшей супруги Белова предположил, что тот чувствовал свою безнаказанность из-за болезни. Якобы Олег раньше говорил, что может убить, ему за это ничего не будет. Экспертиза установила, что, несмотря на психиатрический диагноз, в момент убийства Белов был вменяем и отдавал отчет в собственных действиях. В результате суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Бездействие должностных лиц. По словам брата Юли, семья девушки была против ее брака с Олегом. Да, и в отношениях у них был разлад с ранних этапов. Однажды она даже сбегала от Белова в родительский дом, но спустя месяц вернулась к возлюбленному. Она не хотела ничего слышать про протесты родственников, была очарована супругом и просила не вмешиваться в ее жизнь. Правда, позже женщина стала просить о помощи у правоохранителей. Как выяснилось, она на протяжении нескольких лет много раз ходила в полицию и писала заявление. Сообщала, что муж бьет ее и издевается над детьми, пытается топить их в ванне. В 2010 году Белов ударил жену обухом топора по голове. В последний раз Юли обращалась к силовикам за пару месяцев до трагедии с заявлением о том, что Олег грозится зарезать ее и разделать труп. Но тогда никаких действий предпринято не было. Из-за бездействия должностных лиц был возбужден ряд уголовных дел в отношении двух участковых, начальника райдела полиции 5, двух его заместителей и начальника подразделения. Позднее дела в отношении четырех руководящих сотрудников были прекращены. Участковых сначала отправили под арест и домашний арест, один из них был болен раком и ему требовалась химиотерапия, но позже отпустили на свободу. Один написал заявление на увольнение по собственному желанию, второй, по данным СМИ, продолжил работу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok